Всем привет, ребята! У меня в руках картошка, ну или картофель. Почему? Потому что сегодня мы готовим картофельное пюре. Но не обычное картофельное пюре, ребят, а идеальное картофельное пюре. Идеальное! Что для этого нужно будет сделать? А проделать 10 очень самых важных и основных пунктов, чтобы получить то самое идеальное картофельное пюре. Вперед за картошкой! Погнали! Итак, самый первый и самый важный пункт. Картофель, конечно. Идеально нам подойдут только крахмалистые сорта. Ведь именно от крахмала будет зависеть как консистенция, так и вкус нашего пюра. Как и где найти такие, я вам помочь не смогу. Но скажу по своему опыту, красный картофель мне еще никогда не подводил. Поэтому я выбираю его. А вам посоветую одно. Выбирайте любой картофель. Что вам по душе? Чтобы проверить, крахмалистый наш картофель или нет, просто порежьте его пополам, потрите друг от друга и подождите секунд 10-15. После этого попытайтесь их отсоединить. Если это сделать будет с трудом, значит наш картофель достаточно крахмалистый. Ну что, идем дальше? Второй пункт. Чистить или не чистить картофель. Тут мнение расходится. Теоретически, нечищенному картофелю имеет место быть. Ведь когда мы варим картофель, то наши крахмальные зерна набухают за счет воды. А то и вовсе могут разрушиться. Что очень плохо для пюре. А кожица, в свою очередь, это некая преграда этому процессу. А еще говорят, что витаминов и полезных веществ больше сохранится именно в таком картофеле. Но зато, когда мы чистим картофель, то видим все изъяны внутри картофеля. А их там, вы сами знаете, иногда бывает очень даже немало. Так что, почистим наш картофель. Третий пункт. Нарезка и размер. Раз уж мы почистили картофель, то смело можем нарезать его для сокращения времени варки. Но старайтесь нарезать все одинакового размера. Так весь картофель будет готов в одно время. И не будет такого, что часть картофеля разварится, а часть еще ждать и ждать. Ну камон. Переходим к четвертому пункту. Один из основных. Это варка картофеля. Картофель заливаем холодной водой и ставим на сильный огонь. Добавляем сразу же необходимое количество соли и ждем закипания. По мере появления на поверхности пены, советую вам ее убрать. Как только наша вода закипела, убавьте огонь до средней силы. Нам не нужно сильное кипение. За счет этого крахмальные зерна интенсивно начнут набухать и могут разрушиться. А в результате получится водянистое пюре. Поэтому варим при тихом кипении 10-15 минут. Все зависит от вашего размера картофеля. Протыкаем ножом. Легко и мягко, значит готово. Сразу же убираем с огня и процеживаем. И тут у нас наступает пятый пункт. Сушим картофель. Не торопитесь сразу же толочь картофель в пюре. Прежде всего перекиньте картофель обратно в кастрюлю и на медленном огне, постоянно помешивая, избавьтесь от лишней воды. Это поможет нам впитать в пюре большее количество масла и молока и получить нежную консистенцию и насыщенный сливочный вкус. И только после этого переходим к шестому пункту. Начинаем толочь картофель. Для этого есть несколько способов. Это обычная ступка, деревянная или железная. Картофель-одовилка такая специальная. Либо барабан для пюрирования. Но это вряд ли у нас найдется на кухне. Короче, берите все, что у вас есть на кухне, для того, чтобы сделать картофельное пюре. Седьмой пункт. Никогда, еще раз, никогда не делайте этого. Не берите блендеры с ножом для пюрирования. Иначе вы просто выкинете пюре в ведро. Ну или поклейте обои. Ха-ха-ха, как смешно. Окей, сливочное масло. И это у нас восьмой пункт. Не топите его, не стоит. Пусть оно будет холодным. Ну или максимум комнатной температуры. Несколько этапов будем добавлять сливочное масло и взбивать все венчиком. Можно вручную, а лучше, конечно, блендером. Так мы добьемся того, что масло, не успев растаять, соединится с картофелем и получит кремовую консистенцию. Горячее молоко. Ну или сливки. Не стоит лениться и не греть молоко. Так вы испортите ваше пюре. Оно станет серого цвета, поменяет консистенцию и станет плотным. Ну и, наконец, очень быстро скиснет. Оно вам надо. Добавляем молоко в пюре и продолжаем взбивать до воздушной, однородной, классной консистенции. Но это еще не все. Последний, десятый, и я считаю, он очень нужный пункт. Это протирание пюре через сито. Только так вы добьетесь идеальной консистенции пюре. 100% гарантия того, что ни одного комочка или побочных продуктов в вашем пюре не окажется. Это займет немного времени, но поверьте, результат будет выше ваших ожиданий. Просто поглядите на это. Невероятно. Настало время попробовать. Я попробую прямо отсюда. Вау. Это стоит того, чтобы попробовать еще раз. Даже можно посвятить ему некий танец. Ребят, это нереально круто. Мы это сделали. Ну что, ребят, выполнив вот эти 10 основных действий, в принципе, они вообще несложные. Мы получаем вот такое вот легкое, воздушное, нежное, сливочное картофельное пюре. Оно по праву может называться идеальным картофельным пюре. Поэтому обязательно приготовьте это картофельное пюре у себя дома. Напишите в комментариях свои впечатления, про свои результаты. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. И не забудьте подписаться. Ждите новых выпусков. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok